Добрый вечер! Слушаете вы свое радио. Как обычно, с понедельника по пятницу, с восьми до десяти, это вечера, в студии своего радио появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы беседы-беседуем, музыку свою они нам играют, ну и, понятное дело, привлекает к своему творчеству огромную армию будущих, надеюсь, поклонников, потому что как без этого никак. Приглашать сюда плохие группы смысла нет, а исключительно интересные коллективы играют здесь пять раз в неделю. Есть у нас добрая традиция и традиция уже сложившаяся. Прежде чем мы знакомимся с музыкантами, они играют что-либо из своего репертуара, ну, в некотором смысле, музыкальная заявка, чтобы вы понимали, собственно, что два часа сегодня здесь будет происходить. Итак, как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну вот, собственно, давайте теперь будем знакомиться. «Раундхиллс» называется коллектив, который сегодня в программе «Живые» дарит вам частичку себя, свои сердца, как пошло сказано, да, свои сердца, души, эмоции, ну, в общем, музыку свою. Потяни к себе микрофон нормально, дотянись, потому что иначе будете плохо слышны, он к нему лучше как-то ближе подходить. Он тянется, тянется, не стесняйся, только не надо из стола вырывать, там можно покрутить, ты не то тянешь, о, да-да-да, Серега, помоги, пожалуйста, о, смотри, как хорошо, к себе его. Пока он этим занимается, я рассказываю о других тогда музыкантах. Единственный человек, у которого свой собственный микрофон, кроме ведущего программы, это барабанщик коллектива Максим Киселёв, привет. Здрасте. Только ты киваешь зря, ты говори. Да, да-да-да. Привет. Привет. Далее гитара Роман Колесников, можно, да, подойти к микрофону. Привет, привет. Вот, привет. Дальше у нас бас-гитара Евгений Сергеев. Привет. Ну и, наконец, разобраться мы с микрофоном высокого человека, вокалиста коллектива, Анатолий Андреянов, вокал-гитара. Всем привет, друзья. Это я. Ага, теперь вот давай. Всем привет, друзья, да, это я. Вот теперь тебя слышно. Их всего четверо. Делают они музыку замечательную. Тут народ сразу писал, о, Нирвана пошла. Сравнение неизбежно, вы должны к этому привыкнуть. Это да. Абсолютно убеждён в том, что вы не пытаетесь никого копировать, просто как в том фильме про электроника, да, у меня тоже голос есть, я тоже петь хочу. Что же делать-то, если человек поёт именно так, как он поёт? Группа Round Hills, знакомьтесь, пожалуйста, милости просим. Как с нами связываться, я сейчас расскажу, а дальше перейдём уже к беседам с музыкантами. 46-47, это короткий номер для ваших смс-ок, 46-47. Сначала пишите свои. И после этого префикса делаете пробельчик. Ну, а дальше уже пишите всё, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. Ну, в общем, всё, что у вас есть на данный момент сказать, пожалуйста, говорите. Мы за этим внимательно следим и, само собой, выбираем какие-то интересные сообщения для публикации их в эфире. Группа, официальное сообщество, то бишь своего радио ВКонтакте. Всё просто, своё радио Москва. Так, если после слэш набрать, ну, собственно, наберите в любом, скажем так, ВКонтакте, в любом месте, где есть возможность набрать поиск, своё радио, там вы найдёте. Видите сразу фотографию. На этой фотографии в анонсе четверо молодых людей. В самом тексте анонса название коллектива «Раундхиллс» выделено синим. Это, значит, активная ссылка, кликая на которую вы моментально оказываете у них в сообществе, пополняет сообщество, вы делаете доброе дело. Ну, я имею в виду для музыкантов и для себя, потому что вы становитесь участниками их сообщества, зная о них всё, в принципе, дальше и о концертах, и об альбомах, не знаю, о синглах, ну, и так далее. В любом случае, вы информированы, значит, хорошо. Чаты. Чаты есть на сайте, сайт своего радио, своего радио.фм, там есть чат, куда тоже можно писать по ходу эфира. Там же есть плеер сверху, слева в плеере онлайн-аудио. Это чтобы слушать, справа онлайн-видео с синим кружочком. Это чтобы смотреть, кликая на этот кружочек, вы оказываетесь в картинке. Картинку нам представляет Планета.ру, замечательная краудфайдинговая платформа. Спасибо и за это. Там тоже есть чат, в котором также можно отписываться. Всё, рассказал уже обо всём, что касается связи с нами, теперь давайте о коллективе. Как называлась или называется первая песня, которую вы исполнили сегодня? Песня называется My Tomorrow and Today. Хорошо, красиво сказал и красиво спел. Поёт группа исключительно на английском? Да. Исключительно потому, что по-русски гранж, в общем, он плохо звучит? Ну, в том числе, да. Молодцы, убежденно. Это хорошо, когда у людей есть убеждённость такая. Кроме всего прочего, я так полагаю, что вы из тех людей, из апологетов, ну, скажем, классики, условно говоря. Потому что играете вы классический гранж, поёте классический гранж, соответственно, надо пить по-английски. Ну, наверное, да. Вообще, я просто считаю, что английский язык, он более музыкальный в целом. То есть я... Ну, и так, когда, скажем так, мы изначально себя позиционировали как чисто гранж-группа, то всё-таки этот стиль зародился в Штатах. Да и рок-н-ролл тоже? Ну, да, да. Но гранж всё-таки это чисто такой сиэтловский стайл. Вот, поэтому я не очень представляю гранж на русском, мне кажется. Не, есть попытки. Есть, есть, но мне лично не нравится. Хорошо? Не моё. Хорошо, я согласен с тем, что человек имеет право на свою точку зрения и молодец, что эту точку зрения отстаиваешь. Знаешь, что мне, ребята, сразу показалось немножко странным? Некое несоответствие. Обычно при такой драйвовой музыке, при таком драйве музыканты по сцене бегают, скачут, гитары бьют. Эти спокойно, я бы сказал, даже где-то меланхолично по струнам блям-блям. Смотришь на них, есть ощущение, что играют сейчас, у него полиберёзка стояла. Если звука нет, ну такой чистенько, так спокойненько, а слушаешь звук и понимаешь, что мама не горюет, прям стены готовы провалиться. Это сознательно или вы просто пока ещё не освоились до конца? Не знаю, может, просто сейчас не привыкли к звуку и... Давай, говори. Мы просто на радио хотим чётко играть, потому что на сцене можно лажать спокойно. Никто не заметит. Понятно, спасибо за честность. Они стараются не лажать. Клёво. Давайте, ребятки, мы дальше продолжим. Надо ещё одну песню спеть, после чего, само собой, естественно, продолжим наши беседы. А я уже почитаю вам, что пишет народ, а пишет много чего интересного. Что дальше по программе? Следующая песня с нашего нового альбома, на неё снят клип, она называется «My Freedom». Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Раунд Хиллз». Погнали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Почему ты не играл? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 С четырёх лет баян, потом гитара, саксофон, фортепиано. Бедный мальчик, когда же ты жил-то? Вот, ну, когда-то. А потом решил всё-таки уже пойти на барабаны отучиться. Это кто у тебя родители, я хочу узнать? Что за насильники-то такие? Не, они не насильники, просто тоже музыка. Ты хочешь сказать, что ты в четыре года баян взял сам? В садике вот на таком баяне. У меня отец баянис просто. А, тебе деваться было некуда, я понял. Ну да, другого не было, похоже. Тебе было просто... Да не, мне нравилось просто. Мне мама сказала, что я в три года уже там пел. У меня сестра старшая есть, она там в садике какую-то песенку они учили. Она говорит, ну, типа, ты услышал и прям ноты те же самые спел. Вот так у меня и пошло. Значит, баян, потом что, гитара говоришь, да? Баян, гитара, саксофон, фортепиано. Ну, это общее фоно, оно всегда есть. А потом ты уже целенаправленно пошёл учиться играть. Да, потом что-то у меня после школы был взрыв мозга. И я думаю, да нафиг мне эта музыка там. Думаю, пойду там учиться там в какой-нибудь техникум. Поступил на автомеханика. Вот. И, короче, ничего в этом не шарил. Два года отучился, давая концертики, меня за счёт этого держали там. Вот. Пришло время там экзаменов, а я ни хрена ничего не знаю. Вот, и меня выгнали, короче. И я думаю, да ну нафиг, это всё. Поступил в музучилище, вот и вот. То есть неудавшийся автослесарь, да? Ну да, да, да. Непонимающий ни хрена в том, что... Нет, ну нормально. Знаешь, в этой жизни не бывает случайностей никаких. Никогда не бывает случайностей. Раз уж так вышло. Замечательно, замечательно, что самый образованный в музыкальном плане барабанщик в коллективе. Ну я учился на гитаре. Всё-таки учился. Три года классической гитары. Ага, это классическая гитара? Да, да, да. Ну это серьёзные дела, серьёзные. Всё какое-то время занимался у Алексея Барышева, известный гитарист, группа рекорд-оркестр. Наш очень хороший друг. А вокал? Вокал нет, я самоучка. Самоучка. Ну то есть, а кто пишет тексты? Я совместно с Романом. Вдвоём садитесь и пишете? Или как каждый по кусочкам, что ли? Ну как-то вместе генерируем идеи. Рома в английском сильнее, он прожил в Штатах какое-то время. Да ладно, что делал в Штатах, Рома? Жил, в школе учился. Там последний класс заканчивал выпускной балл, все дела. То есть родители уехали и тебя с собой уволокили? Нет, туда отправили. Как по New York Control, а Exchange программа была. По обмену, короче. Это президентская программа какая-то. Я понимаю, да, вы обменялись и ты вернулся. Только сюда никто не приезжал, только я туда поехал. Ну скажи тогда, польза какая-то была, ну кроме как английский? Ну конечно, много чего там познал. Что ты познал? Во-первых, английский стал родным языком. Ну это понятно, да, английский ясно. Потом... А, девственность потерял. Это тоже важно. Очень важно. С негритянкой хотя бы, не? Почти. Ну вот, есть что вспомнить. Далеко не всем россиянам удается. Молодец, так. Негры это круто. Сказал неудавшийся автомеханик. Автомеханики, да, автомеханики любят. Да, 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 да. Работа у них такая. Как посмотришь на автомеханика негру, что ли? Поэтому негры это круто. Окей, окей, я понял. Значит, девственность потерял, английский стал старым родным языком. А, группа первая еще у меня была. Вот. Я как раз к музыке-то и хотел. Учился там играть, например? Ну, не то, что учился. Просто группа первая была у меня. Я почему спрашиваю? Потому что, ну, понятное дело, что рок-н-ролл сам к себе, родина его там. А где жил конкретно? Флорида. Тампа. Флорида там. То есть рок-н-ролл это там, оттуда пошел. То есть получается, ты и языку учился у носителя языка, и играл. И с ними играл, да. С теми людьми, которые, собственно, являются родоначальниками жанра. Да. Ну, давай тогда, раз ты знаешь и тут, и там. Вот просто и молодым музыкантам, которые тоже пытаются играть, и, может быть, даже что-то играют и делают это неплохо. Расскажи, есть ли какая-то разница? Вот у нас часто бывает, когда приходят группы русскоязычные, англоязычные. Англоязычные группы, кстати, сегодня звукорежиссер Сергей Горьев, давайте поблагодарим его за звук. Спасибо, Сергей. Мы не первым застанем уже с ним работаем. Который мы слышим, да. Так вот, обычно в англоязычных коллективах голос топит, ну, как положено, голос ложится в фонограмму. То есть так, чтобы голос был еще одним инструментом, и это правильно. И по одно время нам задали вопрос, что это вокал плохо слышно, да неплохо его слышно, он в нужном месте, он там, где должен быть. То есть это вот одна позиция, скажем, которая отличает русский рок от нормальной музыки, скажем, да, имея в виду правильное-правильное сведение. Что еще отличает, вот на твой взгляд? Ну, на самом деле, от стиля зависит, очень сильно зависит. Просто, например, вот если брать поп-музыку, там вокал практически впереди идет. Ну, это да. Часто очень. Потому что там въедающийся припев однообразный, который там миллиардно раз повторяется. И так далее. Я про рок. Вот. Если брать рок, то, например, опять же, есть, допустим, коммерческая группа, там тоже стараются вокал немножко больше вперед вывести. Если вокалист слабенький, соответственно, немного притапливают его. То есть от вокала, да, от смысловой нагрузки тоже что-то зависит. Ну, была у нас группа FTB, не один раз они были. Калининградская группа, ну, живут на границе, считай. Их продюсер музыкальный, поляк, причем один из самых сильных, говорят, в Европе, ну, с их слов. Он их научил многим интересным прихватом или, там, скажем, прибамбасом музыкальным, фишкам, да. То есть если в коллективе две гитары, то у одной, допустим, обычный строй, а у другой строй несколько необычный, который, если играть на ней без второй гитары, звучит как будто бы мимо нот вообще. Но в общей пачке, складываясь, это звучит как-то совершенно роскошно. Вот такие штуки ты оттуда привез для себя? Ну, если, допустим, брать тот факт, что я сейчас в другом проекте, у меня, например, он вообще на восьмиструнной гитаре, и как раз вот то самое я там и делаю. Грубо говоря, она же в октаву, грубо говоря. И, то есть, играешь один и тот же риф в октаву, то здесь, то там, и получаешь совершенно разный звук на ней. Но в одно и то же время это та же песня. Ты подчеркнул там, в статах. Ну, это сейчас и пришло все сюда, это сейчас все из статах. Тихонечко приходит. А, тогда давай так. Тогда у меня к тебе вопрос, как человек, который знает, опять же, обе стороны. Как ты видишь российскую музыку сегодня? Музыку, ну, скажем, хорошую, я имею в виду живую. Насколько она далеко теперь отстает от мировых лидеров? Я считаю, что сами музыканты не отстают абсолютно. Музыканты классные. Потому что музыкантов очень полно талантливых, ничем не уступает страна. Вот люди здесь музыканты. Просто именно отношения, именно вот эта, скажем так, финансовая составляющая, как она вот эта вот все, музыкальная индустрия, она, ну, как бы очень слабая относительно рок-музыки в России. Вот, поэтому именно из-за этого очень много проблем. А еще многие жалуются на то, что нет толковых звукорежиссеров, там, продюсеров музыкантов. Тоже верно, потому что, например, студий немного очень качественных, они все дорогие, там, как правило, как сидят, ну, мало режиссеров, звукорежиссеров толковых, и они, как правило, работают только с однотипными группами. Точнее, нет, вру, очень много разных коллективов к ним приходит, и они не могут, они стараются быть очень разноплановыми. Хотя все группы должны звучать по-разному. И каждой группе свой подход отдельный нужен. И они это не учуют, они все под одну гребенку сводят. Это у нас? Да, это вот то, что мы заметили вот сквозь всю свою карьеру. То есть, вот, допустим, звукорежиссер вчера там Скопан группу сводил, или там вообще фолк какой-нибудь, там, Мелинцу группу сводил, например. А сегодня там пришли мы вот с этой темой, и он также нас под одну гребенку, грубо говоря. А это совершенно невозможно. В общем, так это невозможно. Нет, там специальная студия, которая специализируется только на таком звуке. Вот, они знают, что они не будут большие бабки иметь, потому что вот такие группы к ним только ходят. И, соответственно, как бы они только с этим работают, они знают, как должно это все звучать. То есть, есть и фолк-студии, там, есть там панк-ростудия, есть там гранд-студия, грубо говоря. Ну, понятно. У нас тоже много звукорежиссеров. Вот, Сергей Горьев один из них. Под каждую группу свой звукорежиссер. Так, чтобы каждый мог делать свою работу правильно. Спасибо. Это очень неплохой экскурд был. И, судя по всему, это вообще интересно, во-первых. Во-вторых, это и полезно, и поучительно. Почитаю кое-что с СМС-портала, к примеру. Я зову Рому завтра выпить. На самом деле, очень рады за ребят сейчас. Пьем прекрасные виски за их удачный эфир на вашей радиостанции. Никитос и Денис, тот, что на белом БМВ. В общем, ваше здоровье, ребята, и за ваш успех, Ники. Ну, вот он объясняет, что он тебя зовет-то, с какой стати. Привет, парни, все очень круто, я вас люблю. Антон Травкин написал. Антон Травкин, это наш бывший басист, который проиграл в нашей группе. Проиграл в карту, в смысле? Который играл у нас в группе очень долго. Скажем так, можно сказать, лет 9 он проиграл. Он играл в нас в группе, да, и по определенным причинам был вынужден покинуть коллектив. Я ночью проиграл с пацаном, да. В общем, Антону большой привет, дружище тебе. Ну, хорошо, что вы расстались с человеком мирно, по-человечию. Это значит, никаких скандалов нет, слава богу. Давайте дальше петь, что это будет? Песня с первого альбома, называется Personal Stone. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Round Hills, это коллектив из Владимира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Два. Первый был написан когда? Первый альбом вышел в 2010. А второй? А в 2014. То есть 4 года, но до 2010 вы не писались? Ну как, писался материал. Причем материал за 4 года, за все это время, менялись какие-то там предпочтения, может, музыкальные. Просто происходило много всего в жизни, то, чего хотелось отразить. И песен, в принципе, много написалось. И выбрали, скажем так, самый яркий, самый близкий мне по духу на второй альбом. Но материал много, да. Я понимаю, да. Я понимаю, его настолько много, что вы готовите уже и следующий альбом. Да. А когда его планируете? Ой, сложный вопрос. Не-не-не, я не спрашиваю про число и месяц. Я имею в виду хотя бы так. Вообще у нас сейчас немножко поменялась политика. Я не знаю, правильно это или нет. Просто, учитывая то, что сейчас все такое скоротечное и быстрое, у нас тут есть такое мнение, может, вообще не стоит писать альбомы, а делать, допустим, просто выпускать синглы через какое-то время. Потом будет накапливаться определенное количество этих синглов и объединять все это в один альбом под одной обложкой. Ну, чтобы люди постоянно видели, слышали новые песни, видели развитие группы. Чтобы не получалось опять там, чтобы люди ждали там год целый. Хорошо. А что касаемо концертов, вы даете концерты где? Только у себя, Владимиром? Или катаетесь все-таки? Нет, катаемся. Давай, рассказывай. У нас сейчас... Вообще у нас были туры, то есть и в свое время, да, всех этих событий политических на Украине мы успели покататься. Были и в Харькове, и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Донецке. По России много катались, доехали до Иркутска. То есть были и в Челябинске, и там... Но это были фестивальные какие-то дела? Нет, нет. Сольные там? Ну, сольные. Единственное, что в некоторых городах мы одни играли, а в некоторых нас там грели местные, например. Или это было там в рамках трех групп, не знаю, называть это фестиваль или нет. Ну да, сейчас вот у нас планируем... Мы планируем какого? 15-го? Ну, 15-го у нас Халуга планируется, октября... 16-го октября у нас Орел, 17-го октября Тула. 15-е, 16-е и 17-е. Да, и в ноябре мы еще в Германию летим на два концерта. Зачем вам это надо? Зачем вам Германия нужна? Мы же на английском. Просто пивка попить, что ли? Сосиска поедешь. В том числе... Как колбаса, колбаса. Нет, нет, я хоть иронизирую, но теперь давайте подчеркнем эту историю. Вы часто бываете за бугрум, поете там? Нет. Ну, если брать, скажем так, другие государства, то все, в принципе, где мы были, это Белоруссия, Украина. А Германия тогда как вдруг всплыла и почему? Германия просто там у меня знакомый, занимается организацией. Скажем так, это обмен талантами между странами. То есть к нам в Владимир приедет немецкая группа, да. Поющая по-русски? Нет, нет. Не успеваю шутиться иногда. Ничего, ничего. Привыкаешь. А мы поедем туда. Но я деталей сейчас точно не знаю. Сейчас ждем. Знаешь, не знаю, будет это комплиментом или нет, но как только Раунд Хиллз появился в анонсе на эту неделю, обычно мы за какое-то время, в пятницу чаще всего вечером вешаем анонс на неделю. Кто-то, я сейчас не помню, кто мне в личку написал, вы же сказали, что вы западные группы не приглашаете. Я пишу, а о чем, какая западная? Вот Раунд Хиллз, это же не наша группа. Есть люди, которые полагают, что Раунд Хиллз это группа не российская. Это я знаю, да, бывает такое. Как ты реагируешь на такого рода выпады вообще? Что это такое? Это нормально. То есть тебе нравится? Ну, это, наверное, даже в какой-то степени хорошо, значит, мое произношение весьма неплохо. Все нормально. Люди, которые особо не интересуются и не гуглят, они просто знают песню Раунд Хиллз и полагают, что эта западная группа к России не имеет отношения. Причем мне друзья рассказывали, в Москве в каком-то торговом центре они зашли, играла песня Нью-Йорк наша. Я не думаю, что там кто-то сидел, выбирал, просто где-то услышали, ох, красивую песню, и поставили там в отдел каком-то. А сказали бы, что группа русская, наверняка бы сказали, да ну нафиг. Возможно. И акцент бы нашли, и нашли бы, как играют музыканты криво, и так далее. Вот, например, из Канады, наша слушательница пишет, по-русски посылает на, и сразу все становится на свои места. Ну, если вдруг какие-то претензии к произношению будут. Я полагаю, это очень правильно. Ну, а раз уж человек, живущий в Канаде, владеющий языком, понятное дело, никак не спорит. Мы по тем людям, которые живут за рубежом, у нас много в аудитории, как-то ориентируемся. В общем, я и так слышал, что с языком все в порядке. А когда еще кто-то из Лондона, например, пишет, вау, какой произношение, я понимаю, что действительно мы совсем не ошиблись. И действительно эта группа, поющая по-английски, поет и делает это достойно. Очень важный момент, действительно. Если ты поешь не на родном языке и исполняешь песни на английском, это должно быть идеально. Вот тут придирок всегда будет много. Это должно быть идеально. Да, потому как группа Scorpions, если что, там Клаус Майне, он пел всю свою жизнь с диким немецким акцентом. Но ему можно, потому что он немец. А русскому петь с акцентом русским нельзя. Почему? А потому что он русский. А, да? А ты не понимаешь, что ли? В Европе так обычно. Что, Клаус Майне, он немец, поэтому ему можно петь с немецким акцентом. А если группа из России, надо, зараза, так, чтобы никто не придрался. Ни в коем случае. Что делать-то? Как-то с этим надо жить. Давай дальше. Мне кажется, по-разному бывает все равно. Хорошо, вот ты упомянул песню «Нью-Йорк», которую где-то в каком-то торговом центре крутят. Вы ее сегодня планировали петь? Да. Когда? Попозже. Чуть позже, да? Позже. Ну ладно, хорошо. Ты только испугал. Нет, нет, я не настаиваю. Не настаиваю. Но тем не менее, мы все равно ее сыграем. Да, вот Юля Усова, что написала. Все чаще повсюду смешение стилей, жанров, а тут, видимо, чистый гранж. Наверное, отвыкла я уже от этого, от чистого. И кажется, что подобное слышала и слушала, и перебираю нашу местную группу, пытаясь вспомнить, у кого же. Пока печатала, вспомнила. Впрочем, все это не мешает с огромным удовольствием слушать. Но вот это правильный подход. Это правильный. Главное, чтобы цепляло, главное, чтобы это было интересно. Что дальше поем? Дальше песня со второго альбома, называется Underground. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня Around Hills. Напомню, группа из города Владимир. Поехали. Дальше песня со второго альбома. 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 Еще раз напомню, Раундхилл здесь сегодня Сегодня мы в гранже все, в абсолютном И это очень драйвово, народ это отмечает, кстати сказать На предмет драйвовости музыки И на предмет того, насколько их подкидывает у своих радиоточек На самом деле подкидывает Значит, для меня главное, чтобы иностранцы не пели по-русски с жутким акцентом Ухо режут, редкий пример А если у англоязычного исполнения английский получишь школьного уровня Все нормально Ну, в общем, правильная позиция Я это, как раз, тоже поддерживаю Теперь вот что Ну, мы уже посчитали, что группа примерно 10 лет существует Вот так, в таком нормальном звучании, в нормальном качестве звука А что касаемо вообще сцены Владимира Что там есть еще интересного? Есть что-нибудь? Я сейчас не про попсу, не про шансон Я сейчас про нормальную музыку У нас есть очень крутые коллективы Вообще, я горд за город Владимир На самом деле Вот Могу из первого, что на ум приходят перечислить Очень хорошие группы Метаморфис, например Что играют? Играют, скажем так Такой постгранш Напоминающий... Альтернативный постгранш, наверное Альтернативный, да Что-то типа Сизер, Никкельбэк Файтерс То есть тоже по-английски? Да, тоже по-английски Хорошая группа Амплайв Они играют Бритпоп Тоже по-английски По-английски Владимир вообще город, в котором, мне кажется Скоро просто все будет по-английски Рекорд-оркестр Знаменитая наша группа Играет по-русски Сейчас еще новая группа появилась Интересная Называется Please Please Me Тоже по-английски Нет, уже эти по-русски Эти по-русски Название по-английски Название по-английски Рейн Чемпион Эмо Скрима Группа такая Мне очень нравится Юспалм Слушайте, как богат Владимир-то получается На музыкальные коллективы Я, честно говоря, подотстал На самом деле С вашим городом не так много связано Ну, рекорд-оркестр ясно Я вот на память-то и приходил А больше-то, в общем, так вспомнить Вот я не мог ничего Сальвадор еще, возможно, знать Сальвадор Сальвадор, да Ну, это не совсем Ну, ладно, хорошо Это отдельная тема Сальвадор, Сальвадор Я сейчас почему я об этом спрашиваю Есть ли у вас какая-то конкуренция Ну, когда много групп Ну, в свое время это было модно Вон, советское Рок-клубы, скажем Свердловский рок-клуб Ленинградский рок-клуб Московский Все как-то объединялись В одну общую Ну, не профсоюз Профсоюзом трудно назвать Ну, конгломерацию У вас нет такого объединения? У нас, знаешь, как у нас получается Группы, допустим Вот мы и Метаморфис Мы в чем-то схожи по звучанию И у нас нет такого Вообще, как конкуренция понятия У нас скорее такая дружба И заимовыручка И сотрудничество Помощь друг другу Да, мы там Групп не так много, чтобы прям сильно конкурировать Подожди, только что сказал, что много групп А не так много, чтобы конкурировать Не, если бы это были все эти группы в одном стиле Возможно Вот, а так группы разноплановые И все по-своему интересные Вот, если группа классно звучит Нету никакого к ней там предвзятого отношения Что там, кто вы круче, мы круче Там вот это Да, да, да Ну, хорошо, но на хлебушек-то хватает Там же концерты надо давать И им тоже Понятно, что по стране кататься вам удается И слава богу, и за рубеж тоже Но чаще всего группы начинают у себя в городе Ну, не только про Владимира Это касается любого города При таком большом количестве коллективов Как удается выживать? Работать приходится? Я уверен Ну, конечно, мы как бы музыка-то Ну, давай рассказывай тогда Чем ты занимаешься? Я занимаюсь У меня бизнес Связанный с металлоизделиями Металлопроизводством Твой собственный бизнес? Да Ты занимаешься Заборы варишь? Ну, у меня производство Мы производим ворота Заборы, решетки Лестницы Стеллажи Двери металлические Что-то Горев задумался Я не понял Навесы Дверь нужна? Навесы Все что угодно Козырьки Но для Владимира Или это уже такое Российское производство? Нет В основном для Владимира И области Но иногда, допустим Приезжают Заказывают у нас что-то Иногда просто приходят Допустим Ребята Вот там надо Там Тем-то, тем-то Тем-то нам сделать Круто, Рома? Звукорежиссура Сведение, мастеринг Просто на продюсирование На этом зарабатываешь И это ты как раз Когда рассказывал о том Что люди занимаются Исключительно Каким-то одним направлением Ты занимаешься Продюсированием Если уж так Мастеришь что? Какую музыку? Разную абсолютно Но в основном рок Все-таки разная Разная, но больше рок Понятно Кошеть хочется Женя Совершенно верно Я графический дизайнер Фрилансер Да ты что? Да То есть ты вот так вот В компьютере, в интернете Сидишь и дизайнеришь Да, да Дома у компьютера сижу А чего дизайнеришь? Сайты, полиграфию различную В основном полиграфию В принципе полиграфия? Да, в основном да Красиво Молодец Максим? Он со мной работает Все, спасибо Максим Не дал сказать Спасибо большое Максим Ну это он из автомехаников Да, вот металлконструкции Все правильно Ладно, вернись к микрофону Я шучу уже Верни его к себе Да, да, да Что ты делаешь в этом бизнесе? Ну я в основном покрасами занимаюсь Вот И установками тех же самых изделий То есть ты красишь двери и устанавливаешь? Ну не только двери Там же много металлоизделий-то всяких Ну хорошо, допустим Ты красишь двери и устанавливаешь? Да, да Понятно То есть Толик руководит процессом, я так понимаю Ну да, да А ты не только на барабанах в коллективе потеешь больше всех Ну еще и в бизнесе тоже У нас на самом деле такой хороший коллектив Нас в районе 10 человек Мы все за свое дело Я очень уважаю ребят, которые со мной работают Небольшие профессионалы Они сейчас слушают эфир? Не знаю Не знаю Но если слушают, пускай как-то отпишутся Я думаю Большой вам привет, ребят Тебе будет приятно знать, что они рядышком Да И в работе, и собственно говоря В этом процессе В процессе звукоизвлечения, скажем так Спасибо, Максим, большое Спасибо Спасибо тебе большое За то, что ты все-таки не бросил микрофон А продолжил разговаривать Друзья мои, напомню Здесь сегодня Раунд Хиллс Группа из Владимира Почему я часто так спрашиваю о том У всех музыкантов Чем приходится зарабатывать? Ну потому что Действительно Музыкой сложно Особенно если это не попсовая музыка Если ты некрасивая девушка С пятым размером Бегающая по сыне в трусах и в перьях Ну ясное дело, что люди занимаются музыкой Самое интересное, что даже если ты девушка С пятым размером Сейчас не так просто ей тоже Да, да Кризис Кризис, да, я понимаю Сейчас мне кажется Двери-то лучше идут Железные Чем музыка Вот Поэтому любой музыкант Некоторые стесняются почему-то рассказывать О том, чем они занимаются Вильнее, чем они зарабатывают себе на жизнь Но мне кажется, что стесняться здесь нечего По-любому Вот я могу сказать, что Так, чтобы никто не стеснялся на будущее Кто будет эту программу в записи смотреть Я просто в 14 лет пошел работать вообще В 14 лет Причем пора работать на завод На конвейер Сначала был электрослесарем Контроль измерительных приборов и автоматики До 6-го разряда дошел Потом и сварщик Кто угодно В армию сходил Потом вернулся из армии Опять-то пошел на завод На другой Опять-то сказал Это нормально Нормально, когда мужик Ну, как минимум знает, что такое фунт лиха И с чем это все идет Более того, это нормальный способ зарабатывать средства Зарабатывать деньги Нормальный человеческий Дальше уже понятно, что включаются какие-то внутренние рычажки Хочется творчества Творчеством занимаешься параллельно с этим всем Когда вдруг удается заняться творчеством так, чтобы оно кормило Можно тогда бросить и все остальное Потому что, в общем, наверное, связывать И хочется больше отдавать времени тому, что любишь Поэтому нечего стесняться По-моему, нормальная совершенно Более того, парни абсолютно нормальные мужские профессии имеют Это клево Так Надо, наверное, да Давайте вот что Какая похорона метражу На вскидку так примерно У вас все они где-то в районе 2,5 минуты, так понимаю 2,5-3, да? Не больше Просто хочется очень закончить этот час песней Ну, после чего мы уйдем на паузу Вернувшись, после которой, естественно, еще целый час у нас времени будет Но в некотором смысле нужно уйти на паузу с музыкой Уйти с песней Поэтому сейчас мы еще чуть-чуть у нас времени есть Для того, чтобы что-то обсудить Что касаемо, да, вот таких тонких вещей, как семьи Я сейчас говорю не о женат, не женат Я имею в виду, как родители, не знаю, близкие люди Относятся к тому, что вы играете музыку Ну, бизнес проще же Там, понятно, решетку поставил, деньги в карман Дверь прицепил, покрасил, все нормально Ты нарисовал, значит, какой-то дизайн Замечательный, у тебя его купили Понятно, да, о чем я сейчас толкую? Ты смастерил, все А музыка, ну, она же такая эфемерная штука Чего это вот, сколько лет фигнячите? Ну, и что? Не знаю, у меня родители, за что им большое спасибо Они всегда меня повсячески поддерживали, помогали Вот, у меня Папа наверняка сейчас смотрит эфир Папа, привет, как зовут папу? Андрей Иванович Андрей Иванович, привет вам, спасибо за сына Папа, привет Так Вот, и мама тоже у меня очень любит нашу группу Как зовут маму? Лилия Анатольевна Лилия Анатольевна, спасибо за сына Смотрите дальше Они, никак они, вот, скажем, не высказывали тебе претензии, что ты поешь по-английски и так громко еще? Нет, причем, что самое интересное, допустим, у меня папа, он слушает мою группу, ну, не как, что вот я у него сын, там, и я в ней пою И ему искренне, как бы, нравится, даже если мы где-то можем что-то повздорить с ним, допустим, он может послушать Раунд Хиллс, он говорит, мне кажется, это не ты поешь Умеет отвлекаться, умеет отбрасывать Да, мы на самом деле, да, очень родители у меня позитивно относятся к творчеству моему Всячески поддерживают, как я уже сказал То есть никогда не было никаких проблем, всегда и гитару первые там помогали приобретать примочки, то есть всегда была большая поддержка Ну ладно, тогда надо петь, что будет за песня сейчас, как называется? Песня одна из самых старых, но она многим известна, она называется Amoration Ну, собственно говоря, именно эта песня у нас и стоит в анонсе группы Раунд Хиллс, который был сделан на неделю Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте продолжим, напомню, в живых сегодня Раунд Хиллс, это группа из Владимира, группа, которая радует людей, любящих что-то пожёстче И, естественно, по-английски это, само собой, как мы уже выяснили, естественный процесс, и больше мы на эту тему, собственно, не говорим Надо петь дальше, потому что пауза была большая, надо как-то её восполнять Что это будет? Следующая песня, первая с нашего нового альбома Ну, подожди, нового, который вот... Эй, на который второй А, второй Я думал, может быть, совсем свеженькая какая-нибудь, которая будет ещё на третьем Ну, сегодня не будет таких сенсаций Окей, как называется? Песня называется Белонг Как всегда, живой звук в программе «Живые» Поехали! КОНЕЦ 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 спасибо всегда пожалуйста напомню round hills коллектив владимира сегодня в программе живые ребята приехали специально сыграть в программе живые за что им отдельная благодарность и чисто по-человечески по-мужски спасибо здесь масса чего пишут я вот обнаружил в чате в чате на планете там где картинка от лекса и все-таки 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 пишет она почему ремешок у баса розовый простите любопытство скоро сгрызет жену надувайся тоже красиво смотрится наверно все просто ну во-первых красиво помните не надо нет не знаете не знаем ну что вы ребят мы расскажу так мягко расскажу значит как бы это как бы это падать приходит к пластическому хирургу мужчина несколько странного вида и доктор я хочу сделать пластическую операцию тот говорит ну хорошо многие хотят что вас не устраивает в собственном облике ну не делал не в облике я хочу член на лбу доктор слегка замешательстве говорит и зачем вам это ну во-первых красиво так вот к вопросу о розовом ремешке того во-первых красиво никаких нет потом не знаю подтекстов в этом розовом абсолютно все случайно просто попался такой ремешок лекса удовлетворена я надеюсь ответом главное чтоб лекс это не он был кстати сказать под ником лекса еще и муж лекса частенько не знаю сейчас мы выясним кто это нас значит линкен парк напомнили этой песни пишут вот здесь а теперь только на ремешок смотрю но в общем обратили внимание не думая белой обезьяне в общем принципе как раз установка дана уже влад шакин пишет вот добрый вечер не люблю я тексты на иностранных языках но тут цепляет музыка звук прекрасно начале эфира планировали идти пить чайок с ромашкой но передумал пью кофе наслаждаюсь музыкой что касаемо музыки сектами то я знаю кто музыку сочиняет вас в основном я ну то есть вся музыкальная рыба это все твое но за исключением некоторых песен вот следующая песня будет в целом написанная ромой но все-таки есть такие да поворот конечно но в основном твое музыку ну да ты приносишь уже ребятам рыбку а дальше уже аранжировка все общее как ну да но с мелодизмом все в порядке хочу сказать я и что касается мелодичности тех самых музыкальных ходов которые есть это очень круто правда спасибо действительно так александр сазанов пишет вот что буквально в конце прошлого часа скачал последний альбом группы на второй суд по всему начал слушать перерывы и представьте мое удивление там драйва ощущается даже больше чем то что сейчас слышно в живом исполнении тут как-то вот поп-роком немного отдает а в записи все как будто драйвови и жестче это не критика а простая констатация факта но в данном случае о чем идет речь я не очень понимаю наверно смущает розовый ремешок ну и скорее всего другая еще история ребята вы же первый раз играть на радио так понимаю да второй раз ну и в наушниках и в общем есть свои какие-то акустику играли ну тем более полный звук 1 ну понятно это ну скажем такая обычная привычная история уже привыкать слышать потому что я и сам начальник сказал что играют они как будто бы если не слышать звука то как будто бы в опале березка стоял такие спокойненькие лишь бы не промахнуться мимо ноты а вообще здравом то у них все в полном порядке и я уверен и записи и так и живем приходить на концерты как бы ну покажемся так что только то если концерт у вас когда ну-ка напомни 16 17 владимире еще на владимире да у нас 3 числа еще октября а где пускай владимир за закрытие байк сезона да да это где ну у нас подробности в сообществе будет мы точно сами еще как бы не очень знаем база гладиатор предварительно вот а дальше у вас тур вы же такой мини тур да мы по возможности будем выезжать периодически нот на выходные 4 5 суббота так как тоже работа у всех есть поэтому всегда получается то есть на месяц хотелось бы да там на месяц прокатиться но не всегда это удобно получать не всегда получается ну ничего я думаю все лучшее то у нас спереди как говорят давайте да я тоже считаю что у людей все лучшее спереди что касаемо следующей песни что это будет уже подумал следующая песня она не из альбома она выходила как синглы ну как сингл у нас просто несколько синглов вышло вот автор по большей части этой песни роман колесников и текст и музыка текст вместе но больше все равно он вот она называется home как всегда живой звук программе живые здесь сегодня round hills поехали а Продолжение следует... 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 В саму мелодичность и в самые музыкальные ходы Или это, как говорят, само получается Наверное, само на одном дыхании Это круто же Это реально не наверное Я сказал круто, все-таки круто Это реально круто Раунд Хиллс, это команда из Владимира Владимир может гордиться Этим коллективом, как минимум Я в этом абсолютно уверен И даже считаю, что надо гордиться этими ребятами Потому что они хороши Ром, раз подошел к микрофону, что подошел, не знаю Но я тебе тогда вопрос задам Пока Толик побежал Скажи мне, пожалуйста Как сказал Толик, один из самых Серьезных и сильных музыкантов Не только в коллективе, но я так понимаю Что и во Владимире тоже Есть ли у тебя, если хочешь, так сказать, кумиры На ком-то учился, с кого-то снимал В свое время Или сам рос Да я вот привык к зеркалу подходить Смотреть и видеть кумира сразу Молодец Молодец На самом деле есть, конечно же Много на ком рос, много чего переслушал Чего конкретнее? О, и от панк-рока до просто хард-рока, хэви-металла, да Современной музыки, современного металла Ну, любимые какие-то, западные, наверное, группы есть? Скажем так, из панк-рока, но эффект самая любимая Из такого Ну, да, это из поп-панка больше Блинг-182, например Например, да Допустим, из такого старенького Больше там Ramones, Dead Kennedys нравится Вот Из более еще старого Не знаю, наверное, больше рок Такой классический Типа Deep Purple Death Leopard Led Zeppelin Ну, то есть хорошая музыка Да, да, разумеется Никольский И Константин Никольский И Константин Никольский А, это круто Это уже от папы у меня И у меня тоже Это круто Повесил свой сюртук на спинку стула Музыканта Музыкант В свое время я еще в самом зачатии радио Вот я работаю на радио с 92-го года Вот когда оно появилось, да, FM-радио И так как Чайка у меня под ложкой Ну, тогда все было проще немножко Тогда не было особых установок У меня под ложкой все время звучала В моих эфирах разговорных Песня Повесил свой сюртук на спинку стул Че? Я не слышу, пиши, пожалуйста А, ты не можешь писать Тогда я тебя не слышу Ночная птица Ночная птица, да А, Ночная птица у меня звучала Правильно, Ночная птица у меня звучала Точно Потому что птица же, да Ночная Вдруг мне вспомнился этот поворот А сейчас это невозможно Ну, потому как понятно, да Что это И тогда-то было все самопальным Радио само по себе Тоже росло и развивалось И хорошо Если Ну, скажем, говорить о музыке То и музыка развивалась и росла Все это время Просто Какая часть этой музыки выползла наружу Тот же Никольский, например А какая часть этой музыки осталась Почему-то в андеграунде Очень это как-то обидно Хорошо, что вы Слава богу Идете уже в том направлении И в то время, когда можно Как-то уже показывать свою музыку И вполне себе нормально Себе развивать Вот что касается Далейшего развития Ну, хорошо Два альбома есть Готовится третий Группе вот 10 лет Планы Сейчас не творческие планы А планы по развитию Может быть, сменить что-то Может быть, добавить что-то Именно в группе, да? Да, именно в группе Может быть, клавиши решили добавить Я не знаю К своему звучу А вдруг? А вдруг трубы Духовые у вас есть идея Запустить в группе? Я не знаю Мы иногда используем виолончель Вот, но в основном В таких темах акустических А кто играет про стену виолончеля? Жена Максима Да ладно? Да Она У нее образование Скрипачное Высшее Так Это Максиму подробно Может объяснить Ну, Максим, объясни Пожалуйста, подробнее Ну, во-первых Не на виолончели А на скрипке А, ну да А ты путаешь инструменты Они немножко разные Не, ну мы иногда Просто раньше Виолончель использовали А сейчас скрипку стали использовать И часто по низким струнам Поэтому Угу, угу Понятно Так Вот, как бы жена Иногда помогает Я хотя никому не говорю Что я женат А то это Ну, тебя сдали уже Да, все сдали Тебя сдали Так что можно говорить А она-то сама по себе Где играет? Если не с вами, то где? Если скрипачка Нет, ну просто уже Она еще мама уже Как бы уже играть особо негде Сейчас тоже работа Вот Мы просто вместе учились Угу Она тоже на барабанах училась? Нет, на скрипке Так и она на скрипке все-таки Да, да, да Мало ли у тебя все запутано Ты начинал с баяна Потом с саксофона А в итоге барабаны Но она не играет, да? Она дома сидит Ну, она работает там В садике сейчас На данный момент Ну, понятно, понятно Но с музыкой она не связана Кроме как в некоторых ваших проектах Да, да, да Ну, все равно хорошо Круто, когда есть скрипачка под боком В любом случае это, наверное А это как раз на акустике, я так полагаю Да? Как раз в те эпизоды Когда вы акустикой играете Да, да А акустика это что? Это просто потому что так Ну, не знаю Выгоднее куда-нибудь поехать В малом составе Хотя у вас состав тоже небольшой Или это еще одна сторона медали Что называется коллектива? С акустикой сложнее, я бы сказал даже наоборот Ну-ка Просто, когда, допустим, у нас уже записана песня Да, аранжировка готова Песня понятна Играть ее не составляет труда на концертах Что касается акустики Это все-таки отдельная программа Это не просто взять там Переложить на аккорды блатные там Скажем так, да То есть тут все равно определенная работа происходит Первую нашу акустическую программу мы делали Когда мы играли на концерте Посвященному памяти Кобейна в 16 тонн Вот мы делали его песни, свои песни И когда мы себя попробовали в акустике Нам очень понравилось Мы решили, что стоит Стоит эту программу все-таки оставить Периодически ее повторять И я даже подумывал записать такой альбом Который назывался бы Round Hills Lights То есть как бы, точнее, Light То есть как бы вроде Ну, такой, двойной смысл Что вроде легкий, как свет То есть вот такой символизм Вот, но что-то пока руки не доходят Ну, а вообще, вот вы про планы спрашивали Сейчас мы планируем все-таки клип, наверное, второй сломать Во, что касается клипов Ты уже сказал, что клип есть, да? Один? Ну, такой, скажем так, профессиональный один На какую песню, напомню? На песню My Freedom Его можно... На второй играли Да-да-да, его можно увидеть, я так понимаю, да, в интернете Я сейчас обращаюсь опять же к аудитории К слушателям, которые... У них руки свободны в любом случае Если найдете, сейчас поройтесь Выложите, пожалуйста, тоже в обсуждение Я думаю, что будет остальным тоже любопытно Посмотреть, как это выглядит А что касаемо клипов, где вы их снимаете? И кто это делает? Этот клип мы снимали во Владимире Дело в том, что у меня есть хороший друг Степан Рожнов Ну, он многим известен как актер Вот, но он на самом деле тоже музыкант Еще параллельно Но профессиональный актер Нас свела с ним музыка Они приезжали во Владимир Мы, скажем так, привозили на такой творческий вечер Вот, познакомились Мы с Романом записывали альбом Антон Травкин помогал записывать Степе альбом Тот, который писал СМС-ку Да, да, именно он Вот, ну и как-то дальнейшая дружба у нас продолжилась Мы в процессе записи альбома обсуждали наш будущий клип И он выступил в клипе в роли режиссера и главного актера Опыт у него большой И как сценарист еще, в принципе Вот, и он Также вот у Рома есть там свой проект Он помогает ему тоже там с написанием синопсиса Сценария Вот сейчас Александр Сазанов выложил ссылочку на рутрек Рутрекер Орг, где два ваших альбома Плюс сингл, другие записи Я так понимаю, что это авторская раздача Да, да, это авторская уже Ваша собственная, да Потому что знаком я с рутрекером Мы, кстати, когда пытались бороться с этими всеми вещами В общем, идиотизм, конечно Стали музыканты очень правильно поступать Авторские раздачи И не придерешься, авторское право, в принципе, не отнимешь А все, музыкант сам выложил Сам выложил, это ваше право выкладывать То есть вы, в принципе, с этим делом дружите Вы совершенно запросто отдаете музыку В такое, в простое, бесплатное прослушивание Не пытались продавать? Пытаемся и продаем Просто, ну, те, кому кто хочет, тот покупает Кому очень прям уж хочется скачать Сначала ознакомиться Вот, те скачают просто А физический носитель тоже есть? Есть, но... Первого альбома? Первого альбома, да Второй сейчас пока еще не напечатали Но собираемся сейчас, да Ну, в основном он в цифре, я так понимаю, да? Все это альбом собран Ну, на самом деле Многие говорят, что да Диск это некий такой вот сувенирчик Который приятно Уже в прошлое уходит Приятно дома иметь Но по большому-то счету, да Это все уже как-то не имеет такого значения, как раньше На флешку согнал, не знаю, все Загнал куда-то себе на хранилище И нормально И чувствуешь себя кайфово Сейчас, пожалуйста, магнитолы с флешку раз тоже Да? Все равно, я все равно хочу Вообще без чего Хочешь, да? Ну, хорошо Ну, хочешь, так сделаешь Тем более, обложка есть Все есть, как бы А, кстати, что касаемо обложек Кто рисует? Первый альбом Спринг рисовал художник Известный Но не только у Владимира известен Маблык За что ему огромное спасибо Он, на самом деле В кругах андеграунда Такого психоделики Он такой в стиле Сальвадора Дали Он известен в кругах Вот именно творческих Очень и в Германии известен Так вот катается А вторую обложку Это огромный вопрос Да, вторую обложку рисовал знакомый Он у него как бы Он у него магазин Линейка одежды Вот этой фирмы И вот этот вот дизайнер Который вот То есть ты его эндорсер Грубо говоря, да И вот этот дизайнер Как раз рисовал Просто я заглянул Почему спросил про обложку Я заглянул на Рутрекер Да, по ссылочке пошел Посмотреть Что, собственно говоря За альбомы там выложены И там синглы еще, судя по всему, есть Вот, например, с бабочкой, да Спрингт Это вот это об этом говоришь? Это альбом Это альбом Ну нет, ты говоришь об этом художнике, да? Да, да, да Классный художник Я уж не знаю, в стиле он Сальвадора Дали или нет Но бабочка совершенно роскошная Причем бабочка гусеница Да Я когда пришел в группу играть Она еще гусеница, но уже с крылышками Да, это моя идея была Клево Я когда пришел в группу играть Я думал, что это, ну, какая-то просто фотка из интернета взятая Ну, потому что трудно догадаться, что это сделано Да, да, это оказывается сами Очень-очень здорово Роскошная просто обложка Да, собственно, все обложки Я почему и спросил Вот обложка у мальчика уходящего Home, да? Уходящего Чего? Ты рисовал? Ну, не то Ну, как бы коллаж сделал, да, из многих этих Вот это фотошоп, по сути Это именно не рукой рисовано Да, не важно, но это очень стильно Это очень-очень красиво Outbreak это кто делал? Это вот как раз вот дизайнер Вот этот дизайнер Все разные обложки И все примечательные, что важно То есть я так понимаю, что Видно совершенно очевидно Пардон, видно очевидно Тавтология такая интересная Что вы придаете значение И этим вещам тоже Чья установка такая Не абы как А вот так, чтобы это было нифига А тут у нас Толя очень на это дело Заточен на креатив Да, на каждой мелочи Скажем, гусеница с крылышками бабочки Это просто круто Вот реально Спасибо Столько метафор сразу рождается Причем на листике изъеденном Этой самой гусеницей И она еще, как бы, крылья есть Но еще и не бабочка И уже не гусеница Там еще символизм с гранжем связан В том плане, что Гранж для многих Это такой стиль подвалов И немелодичный, грязный, рваный стиль Который символизирует гусеницу В то же время В гранже присутствует Мелодика Крылья Да, да Вот как бы Ну там много можно на самом деле Развивать тем Какое у тебя образование, скажем? Высшее, техническое Да нет, ну конкретно Какое? Инженер Чего? Инженер Сервис транспортных Технологических машин И оборудование Автомобильный транспорт Грубо говоря, инженер Автосервиса Откуда же столько Внутреннего творческого креатива? Я очень философию любил в институте У меня даже три статьи было По философии написано Обалдеть Обалдеть Отсюда и гусеница с крыльями Видимо, да Как называется следующая песня? Следующая песня Она такая Наверное, уже более Классический гранж Но она, кстати На втором альбоме Называется QR Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня Roundhills Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The doors are always closed I can't make a choice Surrounding eyes I think I know what I've lost my 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 cure And I've lost my cure Now I've lost my cure Now I've lost my cure I've lost my I've lost my Now I'm sure I've lost my I've lost my I've lost my I've lost my cure And I've lost my cure Дай глаз мой — Привет! — Прямо с самого начала, да, что называется, есть на что глянуть. Клип симпатичный. — Спасибо. — Я бы даже сказал, что клип очень стильненький, и... Ну, сейчас могу обидеть, как правильно, владимирцы, да, или владимирогородцы, как правильно? — Владимирцы, наверное. — Владимирцы. Могу обидеть, конечно, но скажу так, трудно иногда бывает предположить, что в провинциальном городе, не в столичном, есть возможность снимать подобного рода и подобного уровня. — За это хочу сказать огромное спасибо вот нашему оператору. Это Сергей Дмитричук. Братан, спасибо огромное за все съемки, за все труды. — Там, во-первых, очень... Я что успел увидеть, сейчас не могу смотреть, я с вами разговариваю, слушал песню вашу, которую пели, а смотрел клип. — Могу сказать, что там и операторская, работа операторская, сама по себе качественная очень, и режиссура, ну, то есть я не знаю, исключительно потому, что я вижу, да, картинку, тоже не могу оценивать без музыки. Но, судя по тому, что я вижу, режиссура там очень грамотная, правильная. В общем, классный клип, классный клип. И рекомендую тем, кто пока еще не посмотрел клип My Freedom группы Round Hills, он в обсуждении сегодняшнем выложен. Есть на что. А вот эта мастерская, в которой все происходит, это... — Это мое производство. — Так и понял. Теперь я побывал... Побывал, как будто бы у тебя... — В гостях. — В производстве, да, как в гостях побывал, такой нормальный. Люди иногда ищут себе какие-то заводские помещения, чтобы снять что-нибудь андеграундное, а тут прям местечко для съемок со всеми делами, с болгаркой, которая искры пускает во все стороны, а клуб, который тут в клипе используется, это что за клуб? — Владимирский клуб, Черчилль. — Ну так, ну что клуб-то? — Да. — Даже визуально ничего, так все. Красиво. Здорово. В общем, рекомендую всем. По-моему, сейчас сделал рекламу клипа такую, что не посмотреть невозможно. — Да, спасибо. — Очень рекомендую вам посмотреть клип на песню My Freedom. Братцы, времени у нас все меньше и меньше остается. По-моему, три песни еще вы должны были бы спеть. Я все жду Нью-Йорк, который... — Вот она сейчас и будет. — О, я так и знал. — Которую ты уже как-то так немножко попиарил раньше. Но подожди, прежде чем мы услышим эту песню, я еще кое-что хочу. Вот Егор Корсаков пишет, например. Клип отличный, очень здорово снят, красивый, с сюжетом, отличные роли третьего плана. Пишет Егор Корсаков. Судя по всему, он снимался в этом клипе в роли третьего плана. — Ну, обычно... — Да, так точно. — А кого там он играет? Начальника? — Самого себя, скорее всего. — Он там... — Не, начальника мой папа играет. — Ах, это папа-то? — Да, а Егор толкнул Степу в массовке. — А, я понял. Ну, теперь мы с папой познакомимся. Суровый мужчина. Ну, по крайней мере, играет сурового такого мужчину. — Ну, это в клипе. — Ну, не совсем. — Ну, в общем, смотрите, клип сразу же. Вы видите то производство, которым, собственно, владеет и занимается Анатолий, вокалист коллектива и гитарист. Видите его папу в этом клипе. Видите красивую девушку из Владимира. Кристина, говоришь? — Кристина. — Да. — Видите красиво снятую и абсолютно чётко, правильно, грамотно снятую работу на хорошую песню. Ну, в общем, со всех сторон выдающееся произведение. Рекомендую, рекомендую, рекомендую. Так, давай, Нью-Йорк? — Да, давайте. — Как всегда, живой звук в программе. Живые. Напомню, здесь сегодня Round Hills. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тут пришла послушать, села около колонок и хвостом вертит. Закончилась песня, опять убежала. Это о чём-то говорит. Кстати, не проверяли вы свою музыку на животных? Думаю, стоит проверить. Я один раз корову изображал из машины, ко мне стадо стало бежать, и я поехал. Изобрази корову. Ещё гусей. Ну, это просто интересно. Нет, это лучше Ромич. Молодчина. Это баран-качок. Я могу птенца, да. Давай птенца. Всё. Ай, браво. У Ромы не корова получается, а баран-качок. Я думал, нас на радио хоть без этого обойдёт. Не, ну клёвые. Таланты. Почему таланты свои, собственно, не показывают? Раскрываем таланты. При том, что Олег ещё приболемший и всё-таки умудряется своего этого... Как ты сказал? Птенца. Да. Да. Птенца изображать. Так, ребятки. Вот что здесь. Вот что здесь. Нет. Нет. Ну, ладно. Это уже такая тема отдельная. Не хочу её расширить. Тут просто был вопрос по другому поводу. Сегодня вот вы сейчас отыграете. И куда? Владимир. Вот прям сразу? Ну да, наверное. На поезде? Не, на машине. А, вы на машине приехали. На какой? Почему спрашиваю? Объясню. Потому что были у нас президенты, когда люди приезжали на маршрутке из Иваново, например. Маршрутка. Прям номер маршрутки. Всё. Люди её арендуют и едут в Москву. Да, нас немного. Нет. У нас личный автомобиль. А, вот так. Ну, ночью-то аккуратнее. Надо ночью ехать аккуратно. Особо не разгоняться. Кстати, сколько километров точно до Владимира? 187. А, ну да. 187. Ну, это прям вот до МКАДа, скажем так. Ну, в принципе, недалеко. Около 200, короче. Недалеко. Мы за 2,5 часа доехали без пробок. Ну, в общем, да. В общем, недалеко. По Москве бывает и дольше. Даже в самой Москве приходится ездить. Так что надеемся на то, что всё нормально сложится. Несмотря на то, что ребята в ночь будут уезжать. Ну, на Кураже. Это же хорошо. Если на Кураже, значит, без каких-то там внутренних требований можно не спать. А кто за рулём? Я. Я. Сегодня я буду. Сегодня ты обычно кто? И обычно я тоже. Сегодня я. Ну, и обычно я. Крутенько. Так. Вот что. Послушала я песню. Вот то, что ты предлагал письма. Звери не звери, но попсово как-то. Ну, да. Это тебя... А, ну, так он и не смущается этого. Совершенно. Совершенно сознательно. Это была тема, да. Совершенно сознательно это делали. Ну, вот раз уж мы заговорили уже об этом, и чуть раньше об этом говорили. Вы же понимаете, да, что так и так зарабатывать в музыке можно только если попсу гонять. Ну, не балду, а попсу. Ну, играть попсовую музыку, которая, собственно говоря, привлекает внимание. Но вы же на это не идёте. Да нет, потому что, во-первых... Хотя и можете. Можем, но у нас нет там самоцели прям заработать там какие-то большие, огромные деньги музыкой. Просто мы... Ну, я, по крайней мере, я реалист. Я знаю, что это в нашей стране не так просто сделать. Вот, а если ты это и сделаешь, если мы, допустим, будем зарабатывать большие деньги музыкой, а что если, допустим, дальше у нас творчество плохо пойдёт, и на что потом жить? То есть надо всё равно какую-то платформу иметь помимо музыки в жизни. Практично. Всё, вот дополнить хочу, Толю. Я считаю, что нужно... Мы стараемся жить здесь сейчас и получать от этого удовольствие именно искренне от того, что именно вот мы сейчас делаем. Потому что, ну, заработаем мы какой-то... Ну, будем мы делать попсов, заработаем мы там, не знаю, много денег. Да, да. Но это не будет искренне. Я к попсе лояльно, на самом деле, отношусь. Мы даже делали... Можете послушать, у нас выходил недавно кавер на руки вверх, 18 мне уже. То есть он такой... Сделан в таком модном поп-панк звучании. Кусочек спеть. О, да нет, сейчас... Ну, просто прикол ради, а у нас это практикуется. А мы не репетировали, по-моему, тоже. И что? Ну и что, что не репетировали? Ну, давайте. Я один тогда. Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже. Надо продолжать было, чувачок. Чувачок. Чашу не продолжили. Ай, браво. Вот такие вот опусы, скажем так, эфирные, вызывают особую реакцию у людей, просто потому что и чувство юмора оценить можно, музыкантов. Ну и, собственно, как-то... О, народ тут заржал. О. Да-да-да-да-да. Ха-ха-ха, ну, понятное дело. Давайте-ка... Надо все-таки успеть еще две песни, да, которые у вас в программе есть. Спеть, что сейчас будет по вашим трек-клесам? Сейчас будет самая, пожалуй, известная наша песня, но у нее есть безумный клип, скажем так. Ну это на самом деле клип, а просто набор нарезок, да, который я даже порой не очень рад, что оказался в сети. Почему? Ну, какой-то слишком безумный, наверное. Ну... А нарезки, Женя, нарезки из чего, простите? Из наших концертов. А, просто кусочки концерта? Да-да-да. Ну я на самом деле стараюсь ни о чем не жалеть, потому что если это было, значит, это было, оно должно было быть. Если я это сделал, значит, я так хотел на тот момент. Вот. Ну, эта песня, скажем так... Я прям заинтригован, да. Самая такая наша, известная, что ли. Да, да. Как называется? Называется Beautiful Sound. Давайте-ка вот сейчас тоже повторим эту историю. Найдите в интернете клип на эту песню. Я прям очень хочу, как раньше говорили, позырить. Что ж там такого стремного, что Толик так вот до сих пор... Ну раз уж выложили, то выложили, а так вообще, конечно, не хотелось бы. Любопытно было бы... Да нет, там ничего стремного, просто как бы так безумно все. Но почему бы и нет. Поехали. Как всегда, живой звук. Программа «Живые» Раунд Хиллс. Погнали. Программа «Живые» Раунд Хиллс. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо Подожди, не отвлекай, я клип досматриваю Выложили Ну, я понимаю, что ты имел ввиду, когда сказал, что Да, может быть и не хотелось бы, чтобы так Забавно Тут тебе и битые гитары Тут тебе и летящие барабаны Тут тебе и летящие музыканты по сцене Играющие почти в секс с гитарой, так сказать И все это перебивается красивыми цветочками, черепашками Кто это делал? Я Неожиданно после всех этих сцен с дымом Играющая команда в клетке По сути дела, в какой-то клетке Ревущие, я так понимаю, динамики О, пожалуйста Этой самой гитарой, как теннисная ракетка И вдруг черепашка такая Красивенькая на экране возникает Это с чего это вдруг? Я просто не знал, что вставить в эти остановки Цветочки красивые И вставил три вещи, которые мне очень нравятся Самолеты, черепахи и цветы Самолеты? Подожди секундочку, я сейчас пытаюсь чисто психологический портрет нарисовать Самолеты, черепахи и цветы Ну, как-то так Черепахи чем тебе нравятся? Супом? Нет, нет, у меня с детства была черепаха одна Потом ее потеряли, потом другая Потом еще одна была водная Цветы, в принципе, мне нравятся Но они красивые А самолеты у меня папа бывший летчик А, папа летчик? Да Понятно Так тебе одеваться было некуда Любить цветы, любить самолеты Я тоже хотел быть летчиком Хотел бы? А чего не получилось? Хотел, но потом передумал Когда стал Ну, просто я попал в то время Вот в девяностые Когда там Ну, вот я был ребенком, да Но я видел там Как было сложно военным Там определенный период Вот, и как бы я подумал А папа военный летчик? Военный летчик Я подумал, что гражданская авиация? Нет, ну Военно-транспортная Ну, это вообще еще круто Еще более круто Ну, вот и я как-то подумал Ну, я такая творческая натура Ей жить гарнизонной жизнью я, наверное, не смогу Я тебя понимаю, да Я тебя понимаю Ну, кроме всего А, ну, я надеюсь Может быть, этот вопрос сейчас будет слишком личным Но, если захочешь, не отвечай Папа не вводил То есть дома не ходили Равняйсь мирно-вольно Налево-напросто? Нет, абсолютно Значит, у тебя мудрый отец Потому что обычно военные Своих детей, особенно Да, жен и детей Мужтруют Так, равняйсь мирно-вольно Выйди вон отсюда Есть, сказал сын Нет, он не такой Значит, у тебя тем паче Мудрый отец Дай ему в ох Здоровье Так, сколько по времени займет песня Которая вы, к сожалению, закончите сегодня Программу Так, чтобы я точно знал Когда нам нужно начать петь 3.50 Ну, на минут 4, да? Окей Значит, у нас еще чуточка времени есть И я себе позволю Еще, например, от Матвея В фазле его Процессообщение Убедили Обязательно послушаю В качестве клево Рубите удачи парня Тут народ признается Спасибо Плюс еще поклонник Плюс еще поклонник В общем, сегодня, я надеюсь У вас поклонников прибавится И за вашим творчеством Ребята начнут следить Это было бы очень круто И действительно, нам бы хотелось Чтобы так и произошло В общем, спасибо вам, братцы За то, что вы приехали Приехали из Владимира Спасибо вам За 200 километров Для того, чтобы сыграть здесь В программе живые На своем радио Чтобы показать свое творчество После эфира будет выложен Чуть позже и аудиоподкаст Так, чтобы можно было Это переслушивать Скачать для себя на память И видеоподкаст Какое-то время спустя Аудитория интернета Аудитория и в Ютюбе Это все увидит и услышит В общем, мы постараемся Сделать все возможное Чтобы расширить круг Вашего творчества Скажем, круг вашей музыки Чтобы аудитория Как можно больше За вас зацепилась Завтра Я сейчас говорю О завтрашнем эфире Программы «Живые» Здесь группа «Светотень» Это женский вокал Но тоже громко Поэтому любящим музыку Тяжеленькую Такую драйвовую Милости прошу К нашему шалашу А сегодня Раунд Хилл Закончит музыкальную программу Какой песней? Песня называется «My imaginary princess» Спасибо еще раз Будьте вы здоровы и счастливы Спасибо Ждем новых работ Спасибо вам Спасибо Все, ребятки, удачи А всем до завтра Погнали Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин